Как ни играй, куда ни пойди Кто бы ни встретился, нам на пути Весело тем, кто мир познаёт Смелее, котики, вперёд! Мяу! Котики, вперёд! Пляж мыльных пузырей Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку! О, рамочки для пузырей! Бежим на мыльный пляж! И построим замок из пузырей! Да! Мяу-мяу, котики, вперёд! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки И побежали к мыльному пляжу на пенистом берегу Приветик! Замок строить будете? Будем! Из мыльных пузырей! Ха-ха-ха! Желаю от души попузыриться! Спасибо! Котя, я возьму квадратную рамку Вот это да! А я возьму треугольную Класс! Попробуем круглую! А? Катя, берегись! Геккон! Да! Эй, вредина! Ты ловнул наш замок! А если я твой разрушу? Нравится тебе, вредина? Вы чего? Стоп! Не ссорьтесь на мыльном пляже! Это он начал! Что я сделал? Ты знаешь, вредина! Не важно, кто из вас начал Правило – не ссориться! Но... Прочь! Он нам все испортил, вреднил-ка! Из-за него нас выкнули с мыльного пляжа! Несправедливо! И тут появился таинственный незнакомец Что не так, пузырики? Мы строили замок из пузырей А Гекконова лопнул Мы с ним поссорились И нас прогнали с пляжа! Лопнул ваш замок? Зачем? Э-э-э Может, из зависти? Наш замок был лучше, чем у него Или он котят не любит? Кто знает Я знаю, что он плохой! А вдруг он не нарочно вас обидел? Вы спросили? Нет И сразу решили, что он плохой? А если дело в другом? И правда Может, он ногу подвернул? Или убегал от пчелы? Эй! Я понял! Если кто-то тебя обидел Сначала спроси, почему так вышло И не спеши ему отомстить! Совершенно верно, пузырики! Спасибо, мам! Эй! Как вы догадались? Начнем заново, Котя! Но в этот раз, если нас кто-то обидит Мы с ним поговорим Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова отправились играть на мыльный пляж Но в этот раз, когда Геккон разрушил их замок Эй! Что? Зачем ты лопнул наш замок? Замок? Где? Та вот же! Простите! Я без очков не вижу ничегошеньки Без очков? Да! Я их потерял! Поэтому я избэкнулся! И разрушил замок? Так это была случайность! Хочешь? Поможем тебе очки найти! Правда? Да! Спасибо! Нашел! Вот они! Спасибо! А вашего замка жаль? Ничего! Ты не виноват! Эй! А твой замок даже лучше, чем наш! Достуем его вместе! Я согласен! Я принесу рамочки! Спасибо! Я закончу башни! Я выдаю флаги! А я выдаю дракончика! Как? Во как! Класс! Мальчики, а как насчет банана? Банана? Дракон должен что-то есть! Ха-ха-ха! Красота! Котя и Катя не стали затевать ссору, а поговорили с Гекконом. Вместе с новым другом они построили прекрасный замок и ничьи пузыри не пострадали. Как стать пожарным? Мы что сегодня поиграем, Котя? Заглянем в коровку! Смотри! Пожарные шлемы и куртки! Мы станем пожарными! В Драконвилле! Да! Вот это настоящая работа! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и поспешили в Драконвиль на тренировочную площадку для пожарных. Итак, что же делают настоящие пожарные? Во-первых, они тренируются, силу развивают. Ладно, будем подниматься и спускаться по лестницам. Отлично! Три раза давай! Готов? Пошли! Это раз. Это два. Это был третий раз! Сейчас мы как настоящие пожарные потушим пожар! Вон там шланг! Как это включить? А ты кран поверни! Вот так? Ха-ха-ха! Да, вот так! Идем! Котя и Катя отправились на поиски пожара, чтобы потушить его как настоящие пожарные. Нет, здесь для настоящих пожарных работают. И здесь тоже нет. Как мы станем настоящими пожарными без пожара? Привет! Кто вы такие? Мы пожарные! Ищем пожар, чтобы его потушить. Здорово! Эй! Устрой нам маленький пожар! Нет, мама велела не играть с огнем. Это опасно. Не бойся! Мы из шланга его потушим. Потушите? Да запросто! Круто! Горит-то как! Давай, Котя, туши! Есть! Котя, и там! Сейчас! О, нет! О, нет! Ну и дела! И тут примчался таинственный незнакомец. Дети, вы знаете, как начался пожар? Мы дракошу попросили. Думали, что легко его потушим. Но он разгорелся так быстро! Вы намеренно устроили пожар! Мы хотели потушить его, как настоящие пожарные. Но настоящие пожарные не только пожары тушат. У них есть и другая работа. Какая? Ну, пожарные не упускают из виду ни фейерверки, ни спички, ни зажигалки. Потому что ребенок может устроить пожар? Да, еще они учат детей не касаться ничего горячего. Например, плиты. Потому что ребенок может обжечься, да? Именно! Так и мыслят настоящие пожарные. Правда? Я понял! Задача пожарных не только тушить, а прежде всего следить, чтобы пожары не начинались. Спасибо, пап! Эй, как вы догадались! Давай заново, Катя! В этот раз будем настоящими пожарными! И прежде всего проследим, чтобы пожар не начался. Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова отправились на тренировочную площадку. Но в этот раз после занятий... Смотри, фейерверки! Не трогай! Да, я взрослым скажу, подожди! Эй, не играй у горячей плиты! Это опасно! Ясно! Спасибо, что нашли фейерверки! Дети могли пострадать! Не за что! Это же наша работа! Да! Котя-то, мы собрались посидеть у костра. Мы приглашаем вас, пожарные! Ура! Котя и Катя провели чудесный вечер вместе с семьей драконов. А перед уходом домой Котя даже помог потушить костер, как настоящий пожарный. Здорово! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и отправились в больницу лечить своих первых пациентов. Коллеги, утята заболели. Их срочно нужно вылечить. Они сегодня выступают в театре балета. Что нужно делать? Вот вам список. Все необходимое на столе. Положитесь на нас! Итак, предписание первое. Горячий бульон из ряски. Они не едят. Ну, конечно! Мы тоже от маминых микстур на сывороте. Да, это гадость. Пропишем им что-то повкусней. Леденцы. Веселые доктора! Предписание второе. Держать головы в тепле. Что, курица? Тогда давай на них это наденем. Так намного веселей. Не то, что колючие шапки. Веселые доктора! Ну, а теперь предписание третье. Постельный режим. Знаю, что не устали. Но покой необходим. Он прав. Им ведь нужно порепетировать. Что ж, раз у них постельный режим, пусть порепетируют в постели. Веселые доктора! О, кошмар! Вы не вылечили утят. Им стало хуже. Гораздо хуже. Я позвоню в театр и скажу, чтобы отменили спектакль. Теперь утятам точно не до веселья. Мне тоже. И мне. И тут вошел таинственный незнакомец. Что стряслось, доктора? Нам поручили вылечить утят, чтобы они выступили в театре балета. Но им только хуже стало, и спектакль отменили. А как вы их лечили? Мы хотели, чтобы лечение было веселым. В предписаниях главного врача не было ничего веселого. И вы их развлекали? Конечно! Они ели конфеты, носили смешные шапки и прыгали в постели. Значит, было весело, и они поправились. Нет, еще сильнее заболели. Эй! Я понял! Лечение – это не развлечение. Бывает неприятным. Но можно и потерпеть. Потому что быть здоровым веселее, чем быть больным. Спасибо, пап! Эй! Как вы меня узнали? Начнем заново, Котя. Но в этот раз давай мы будем не веселыми, а хорошими докторами. Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова отправились в больницу лечить утят. Но в этот раз они соблюдали все предписания главного врача. Знаю, это гадость. Зато вам лучше станет. Вот это другое дело. Так, а теперь называйте это. И чтобы из постели ни шагу. Всем спать. Хорошие доктора! Хорошие доктора Котя и Катя вылечили утят. И те смогли выступить на премьере «Утиного озера». А вот это весело! Делись и больше не дерись! Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку! Смотри, щетка! Гребень! Откроем парикмахерскую! Для пуделей! С пудельграде! Да! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и поспешили на самую модную улицу Пудельграда в собственный салон красоты. О, фантастика! Да! Скорее бы пришел первый посетитель! То есть посетители! Ух ты! Тяфи-гафи, класс! Нам нужны изысканные прически! Мы принимаем участие в престижной выставке собак! В каком стиле? В роскошном! Да к тому и быть! Садитесь! Итак, Гаффи, приступим! Котя, если мы постараемся, все будут приходить к нам в салон! Да, я такую прическу сделаю! Закачаешься! Ну что, посмотрим! Возьму бигуди, гель, ленту, блески и краску для шерсти! Все, что нужно! Вот что, Тяфи, завивка будет тебе к лицу! О, завивка! Вуаля! Теперь гель! Кудряшки! Отличная мысль! Нет, Катя, бигуди мои! Я их с полки взял! Но у тебя лишние остались! Ну и что? Они мои! Ладно! Ей очень пойдет бантик! Да, бантик! Шаман! Нет, Катя! Это моя лента! Ее хватит нам обоим! Она моя и точка! Тогда краска моя будет! Эй! А ну отдай! Я хочу сделать Тяфи красивым! Скандал! Возмутительно! Эй, отдай! Сама отдай! Она моя! Нет, моя! Вот и нет! Вот и да! Отдай краску! Безобразие! Никогда не бывать вам стилистами! Что мы натворили? И тут появился таинственный незнакомец! Что приключилось? Мы делали пуделям роскошные прически, а получился роскошный скандал! Как вы умудрились? Катя отбирала краску, и она брызнула! Зачем же отбирать? Он не хотел делиться! Он не дал мне ничего! Но все мое! Твое? Ты это принес из дома? Нет, я с полки достал! Выходит, эти вещи общие? Да, но они мне нужны! Мне тоже! А если бы ты все-таки поделился? Ну, Катя бы не разозлилась, и краска бы не брызнула, и пудели бы не убежали! Эй, я понял! Поделись, и тогда каждый сможет сделать то, что задумал! Стильно сказано! Спасибо, мам! Эй, как вы догадались! Ха-ха-ха! Давай заново, Катя! Но в этот раз мы всем поделимся! Не важно, кто первый возьмет! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вновь поспешили в салон красоты! Но только в этот раз! Катя, возьми бегуди! У меня лишние! Спасибо! Вот, это мусс для завивки! Ух ты! Лету держи для бантика! Теперь добавим немного цвета! Покажи! Смотри! Вуаля! Превосходно! С такими прическами первое место нам гарантировано! Кто ваш стилист? Котя и Катя, конечно! К другим мы с ним не ходим! Благодаря Коте и Кате Тяфи и Гаффи заняли на выставке собак первое место! А собачиться друг с другом – последнее дело! Победа! 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 Сладкий домик! А что сегодня поиграем, Котя? Заглянем в коробку! Смотри! Приглашение! Гензель и Гретель зовут нас на обед в пряничный домик! Когда? Сейчас! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и побежали в лес к пряничному домику Гензеля и Гретель! О, славно! Вы пришли! Ух ты! Ножки кресла похожи на мятные леденцы! А это и есть мятные леденцы! И здесь все-все съедобное? Да! Все! Ммм, пахнет как вкусно! Это обед, который мы для вас приготовили! Суп-пюре и рыбные палочки! Любимые наши блюда! А еще будет сюрприз на десерт! Что это? Какой же это сюрприз, если мы вам скажем? Сейчас мы подадим суп! Ммм, посвечник мармеладный! А лампа сахарное печенье! Ням-ням! Давай попробуем карандаши! Бе! Карандаши! Катя, телевизор вроде шоколадный! Да, из шоколада! Просим к столу! На первое райский суп-пюре! Прости, кажется, мне супа не хочется совсем! Ничего, второе блюдо вам понравится! Рыбные палочки! Простите, мне это не полезет! Как жалко! Мы готовили для вас! Да! Что ж, давайте сразу перейдем к сюрпризу! Трехслойный пятиэтажный шоколадный торт! Ох, простите! Нам не однолетние крошки! Мы старались! Приготовили то, что вы любите! О, мы так сильно их обидели! Мне очень стыдно! А у меня живот набит! И тут появилась таинственная незнакомка! В чем дело, котята? Мы испортили настроение Гензелю и Гретель! Как это испортили? Мы не съели обед, который они приготовили! Ни суп-пюре, ни рыбные палочки, ни слоеный торт! Вы это не любите? Вовсе нет! Обожаем! А что же не ели? Мы были сыты! Сыты? Вы пошли в гости пообедом? Нет, но я попробовал мармеладный посвешник! А я лампу из сахарного печенья! А еще мы умяли целый телевизор! Зачем же вы съели столько сладостей перед обедом? Потому что было вкусно! А был ли вкусным обед после сладостей? Мы не знаем! У нас уже не было аппетита! И обидели Гензель и Сгретель! Я, кажется, поняла! Сладости – это здорово! Но если съесть их слишком много, то пропадет аппетит! А это может испортить всем и обед, и настроение! Спасибо, мам! Эй, как вы узнали! Давай заново, Катя! Но в этот раз объедаться сладостями мы не будем! Точно! И пообедаем вместе за столом! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вновь отправились в гости к Гензелю и Гретель. Но в этот раз, когда они увидели много сладостей в доме… Мармеладный подсвечник! Наверное, вкусный! А уж не вкуснее лампы из сахарного печенья! Или шоколадного телевизора! Попробуем? Маленький кусочек, а то испортим себе аппетит! Кроссинг к столу! Воздержавшись от сладостей, Котя и Катя смогли насладиться самым вкусным в их жизни обедом! Трехслойный, пятидажный шоколадный торт! Мне маленький кусочек! Да, чтобы осталось место для… телевизора! Кто похитил сокровище? Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку! Смотри, кепки сыщиков! И увеличительные стекла! Мы станем сыщиками! Да! И поймаем вора! Скорей! Нельзя терять время! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и поспешили на место преступления в Королевский музей! Как хорошо, что вы здесь! Похищена одна из трех наших ценностей! Изумрудное яйцо! Кто-нибудь видел вора? Да! У нас три свидетеля! Они его видели! Рассказывайте! Мяу-мяу-мяу! Он сказал, что вор серый! Больши ухи! Скорей, за ним! Прости! У нас мало времени! А то вор сбежит! О-о-о-о! Не прошло и минуты, как по приметам сыщики нашли подозреваемого! Ура! Вор схвачен! Видите? Серенький! И уши большие! Не виноват я! Почему это не он? Серый и Больши ухи! Кто же тогда похитил рубиновую малину? Пропала! Ты и правда не вор, мышонок? Конечно, нет! Нужно больше примет! Срочно! Так, что ты видел? Он еще и с длинным носом? Серый, Больши ухи, Длинноносый! Ясно! Вперед, Катя! Нет времени! Мы должны вора поймать! По новым приметам сыщики немедленно отыскали другого подозреваемого! Вот и вор! Но я ничего не брал! Как это? Конечно же он вор! Он серый, с большими ушами и длинным носом! Кто же бриллиантовый пончик украл? Все три ценности пропали! Нам придется закрыть музей! Да, и кстати, вы уволены! Ужасно вышло! Как это мы с тобой так оплошали? Даже не представляю! И тут появился таинственный незнакомец! Сенсация! Горе-сыщики упустили вора! Мы эти сыщики! Мы гонялись не за теми! Не было свидетелей, чтобы описать вора! Трое! Первый сказал, что вор серый, большие ухи! Мы поймали мышонка! Но вор не он! Второй сказал, что еще у вора длинный нос! Мы поймали муравьеда! Но он тоже не вор! А что сказал третий? Мы не стали слушать! У нас не было времени! Мы спешили! Не было времени? А на поимку невиновных у вас было время? Верно! Вор только больше ценностей украл! Эй! Я поняла! Если поторопиться и сделать что-то, не собрав все факты, можно получить неверный ответ! Вот слова настоящих сыщиков! Спасибо, мам! Эй! Как вы догадались! Котя, давай сначала! Но в этот раз выслушаем всех свидетелей! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вновь взялись за расследование кражи в музее! Но в этот раз они опросили всех свидетелей и собрали все приметы вора! Серый, большие уши, длинный нос, сам огромный такой! Как этот! Угу! Покажи свое ведро! Изумрудное яйцо! Рубиновая малина! Бриллиантовый пончик! Похвально, Котя и Катя! Вы вернули эти ценности музею! Ну, дружок, зачем украл? Я хочу стать пиратом! Мне нужны сокровища, чтобы запереть в сундуке! Если кто и окажется запертым, так это ты в тюрьме! Котя и Катя не понеслись за вором, сломя голову, а сперва собрали все факты! Вот так ему удалось поймать не муху, а слона! Сенсация! Умные котята раскрыли кражу! Да! Ху! Мы гений! Да! Мы гений! Мы гений! КОНЕЦ! КОНЕЦ! Редактор субтитров А.Семкин